Привет друзья! Собрала в теплице разных помидорок разных сортов и сейчас буду делать вяленые помидоры в сушилке. Разрезаю помидор пополам и вот смотрите какие-нибудь мясистые, даже практически нет зерен, не знаю как у меня получится достать эту мякоть. Надо сначала вырезать эту попку, может легче тогда достанется. Мякоть желательно достать, потому что с мякотью они будут очень долго сушиться, а из этой мякоти я сделаю или в кетчуп, или что-нибудь. Мякоть, косточки достаю. Смотрите как красиво получается. Вот такая штучка и буду укладывать на решеточку. Может они крупноватые, я сейчас смотрю и не понимаю, лезет ли у меня в сушилку. Такие большие куски, непонятно. Как раз такая высота проходит довольно хорошо, поэтому самый крупный, какой можно положить, это вот такой, который есть покрупнее. Эти будем разрезать на четверти. Друзья, дело это не быстро, у меня тут вентилятор на меня дует, мне это хорошо, как говорится, но процесс это длительный. Потом надо еще положить сюда, может быть, чесночка, может быть, какой-то зеленюшки, подсолить. Поэтому возить я буду очень долго. Обязательно напишите в комментариях, нравится ли вам ускоренная съемка. Мне, например, не особо. Смотрите, друзья, вот этот томат, желтое, сливое, сахарное. В нем почти нет вот этой попочки. Очень-очень маленькая. Смотрите, сколько я тут нарезала. Совсем чуть-чуть. Нет у этого проростка. Вот это мне очень нравится. Смотрите, как красиво получилось. Один поддончик готов. Видите, какие миссиистые, стенки толстенькие. Это будут очень вкусные вяльные помидорки. А где оставалось место? Черек. Раз, сюда и все. Красота. Хотела в сушилку ставить, но не буду ставить в сушилку, потому что надо потом опять доставать, надо солить, перчить. Я у нас вот одела стол себе и буду сюда пока составлять. Просыхает на солнышке практически. И буду следующий поддончик. Ну что, друзья, диспозиция найдена. Ускорение в 60 раз. Пишите, нравится ли вам такая съемка. Мне не особо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Ну вот, вы все сами видели, как это делается нелегко. И зарядку я тут делала, и гимнастику, и то, и все. И не быстро это делать. Только на таймлапсе это делается быстро. Немножко не хватило помидоров. Сейчас пойду до сего. Ну что, буквально тут пару чериков не хватило у меня. Сюда можно желтых и не желтых. И остался один тихтой поддончик. Так что пойду сейчас норву желтой сливы. Там еще спелых много есть. Вот таких красивых. Вот таких лежат в начале оранжевых касапчиков. Вот таких норвов. Ну и пару чериков с вами. И все. И будем заниматься дальше. Что исходила, собралась недорог. Черики уже доложила, дорезала. И осталось желтую сливу. Дорезать, положить. И идут дальше специями. Закончила, все разгрожила, все положила. Здесь у меня черный перец и кориандр. По чуть-чуть. По чуть-чуть посыплю. Это будет вкуснее, если посыпать. Потом все равно в рядочке можно еще переложить. Будет свежей какой-нибудь травкой. Я базилик люблю. И свежим чесночком, когда уже бабушка. Сейчас вот так. Потому что свежий чеснок я пробовала ложить прямо сюда в помидорки. Он засыхает, твердый, как вкус, не вкусно. Поэтому я сейчас посыплю сюда чуть-чуть. Чеснок сушеный, гранулированный. Вот так насыплю, чтоб удобнее брать. И чуть-чуть посыплю чесночком. Это будет очень вкусно. Чесноком и перчиком и кориандром посыпала. Теперь солькой чуть-чуть. Так, все готово, чтобы загрузить сушилку. Самый маленький поставлю на самый низ. Что-нибудь не будет влазить по размеру. Непонятно. Запах уже бы съела все помидоры. Чесночок, специи, соль. Так, все готово. Все загружено. Закрываем двери и включаем программку. Стоит 10 часов. Значит, я поставлю 4 часа на 45 градусов. Нет, на 40 даже поставлю. Как советует инструкция. Не будем искушать судьбу. Так, градусы. Здесь стоит 70 на 40. А потом добавим до 65 часов на 10, наверное, я думаю. Так, ну что, сушилку переставила на 12 часов на температуру 70. И пускай вялится до утра. Практически даже больше. Встану, посмотрю, если будет достаточно, то выключу. Вот так, чтобы ее не тревожить, пускай они там вялятся. Ну что, друзья, прошло 16 часов практически. Все, у меня тут уже отключилось. Все заварилось, я думаю, хорошенько. Смотрите, красота. Ах, какие красавчики. А если бы мы сердцевинку не вырезали, то люди вялит даже по 24 часа, а то и больше. Вот, эти крупные, наверное, будут более помягче. Сейчас одной рукой придержу. Да, эти крупные более мягкие. Я думаю, жидкости у них уже нет. Видите, красавчики, какие оранжевые. Ммм, красота. Черрики маленькие, видите, самые-самые правильно, что я их на низ положила. Самые завяленные, красивые. Все, сейчас пускай немножко тут все остынет и будем складывать в баночку. Ну что, не представляю, сколько получится этих баночек, поэтому три таких маленьких баночки поставила в духовку стерилизовать. Крышечки обсушиваются после того, как в кипяточке я их простерилизовала. И баночки мои тоже уже готовы. Даже чуть-чуть подостыли. Я духовку отключила и оставила их в духовке. Сейчас достаю и буду укладывать свои красивые помидорки. Да, вот здесь покрошила базилик, сходила в цеплицу. Чесночка вот такими крюкляшками и буду перекладывать. Еще достала сушеный базилик. Думаю, посмотрю, что поароматнее. Не помню, какой я возила в прошлом году. Наверное, сушеный. Вот такая красота. Смотрите на мои драгоценности. На мои запасы достала пару поддончиков. Еще четыре в сушилке осталось. Сюда ссыпала и буду укладывать. Вот так беру баночку. Катера прям подсохли хорошо. Складываю, складываю в баночку. На мою ложечку немножко утопчу. Лучше поплотнее сложить. Тогда поменьше масла понадобится, чтобы меньше было пустот. Вот так. И сейчас базилика. Шпоточку. И пару лепесточков чесночка. Не помешает. Вот так. Расправлю, поправлю. И в следующую партию закладываю. Ой, под вентилятором как хорошо. Кайф. Вот такая горшка у меня тут получается, друзья. Даже думаю, может надо было взять одну банку побольше. Вот что я по маленьким. Ну, одну начнешь в этом не стоять. Вот так вот ложечкой. Вот капельку базилика. Капельку чесночка. И вот так вот все послойно делаем. Все. Сейчас вложу, покажу, что получается. Вот смотрите, плотненько уложенная вот такая баночка полненькая. Все. Достала еще один поддончик. И буду дальше укладывать уже вот эту баночку. посмотрите, какая красота. Две баночки и вот эта одна маленькая. И в эту маленькую я прям положила одни черрики. И наверх немножко оранжевых этой желтой сливки. Ммм. Красота вышла? Ммм. Друзья, я уже один тут покушала. Как же это вкусно. Специи. Так хорошо. Немножко островатенькие. Я даже перчика добавила. Ммм. Ммм. Ага. Кажется, я бы уже ела. Надо достать этот самый сыр. У меня там, в смысле, замораживается этот домашний сло. Я делала из молока добавила сметану, закислила и заморозила в морозилке. Надо достать. И будет творожный сыр вкусненный. И покушать с реальными томатиками. У меня, кстати, в холодильнике чуть-чуть на дне еще осталось. Банки с прошлого года. И забыла про них просто. А сейчас зато я уже не буду экономить, не буду забывать. Буду прямо ложить везде на овся на блин свой вкусный. И делать себе обалденные завтраки. Вот эти такие остались такие самые, которые, ну, помягче такие вот. Видите? Не сильно высушенные, а именно вот такие вяреные-вяреные, как они должны быть. Видите? Сейчас пойду еще за одной баночкой. Прогадала я. Думала, получится меньше. Оказывается, вон оно как получилось. Так, здесь водичка опять, чтобы крышечку простерилизовать. Баночка в духовке. А здесь я уже разогреваю масло. Я не буду его делать кипятить, кипящее, просто горяченькое. Нет нужды у него кипятить, потому что они могут храниться в холодильнике. Это никакое не масло в этом производстве, а чисто для себя. Поэтому все будет хорошо. Я уже проверила в прошлом году и все было отлично. Ну что, друзья, смотрите. Вот мое богатство какое получилось. Обалденно красивенное. Правда, масла подсолнечного не хватило. И думала, я думала, или в магазин, или что, или что, и влила рапсовое. Ну, думаю, не критично. Вот, смотрите, какая красота. Масло тоже изначально я не померила, просто потом водой отмерила, сколько я примерно. Поэтому расход масла там 700, не знаю, 700, больше, меньше, чуть, короче, миллилитров пошло подсолнечного масла. Но это довольно-таки не точно. Потому что я сразу не померила масло, а просто потом уже водой примерно сколько я наливала в турку. Вот так вот. Ну, довольно-таки примерный расход масла. Так что вот из ведра помидор практически. Ну, чуть-чуть потом добавила. Ну, там я из ведра кое-что и убавила. Какие-то треснутые отобрала. Поэтому где-то так 10-литровое ведро, я так думаю, это оно. Помидор. Получилось вот столько вяленых помидорок в сушилке. Не в духовке, а в сушилке. Вот, я считаю, что очень даже хорошо. Так вы учтите, что у меня осталась целая миска. Я еще не взвешивала этих внутренностей, которых мне хватит. За глаза, наверное, чтобы сделать кетчуп прекрасный. Так что сегодня, наверное, этим и займусь. Все, друзья. А вам желаю крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов во всех ваших делах. Всем пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok